Всем привет! Сегодня у нас на обзоре защищённый телефон Blackview BV6100. И данный телефон в себе скрывает довольно-таки сильную защищённость сразу по двум стандартам. Это IP68 и IP69K, благодаря которым данный телефон будет выживать при таких условиях, при которых совершенно любой другой телефон никогда в жизни целым не останется. И давайте же посмотрим, как выглядит данное устройство. Выглядит оно довольно-таки внушающе, и размер данного устройства тоже довольно-таки большой, ведь размер дисплея в данном телефоне составляет 6,88 дюйма, то есть очень много. Что касательно материалов, из которых он произведён, это металл на боковых рамках телефона, а также стекло на задней и передней стороне и прорезиненный твёрдый пластик с верхней и с нижней части, для того, чтобы внутрь данного телефона не попадала никакая влага. И давайте посмотрим, что же у нас есть в комплектации. Итак, сразу же мы видим к большому телефону очень большой чехол, даже с специальной подставкой, благодаря чему вы можете поставить в чехле свой телефон куда-то на стол и смотреть с него, например, YouTube. И довольно-таки удобная вещь, а также защищает и без того защищённый телефон. Также у нас здесь есть инструкция для пользователя, кабель подключения телефона к компьютеру, даже напоминает айфоновские кабели, так аккуратно сложен. Также у нас здесь есть специальное приспособление, чтобы открывать те же самые разъёмы под зарядку и под наушники, которые надёжно скрыты специальными заглушками, чтобы тоже вода не проникла в данное устройство. Также у нас здесь есть переходник с USB Type-C на mini-USB. Наушники, которые также очень сильно, прям очень похожи на наушники от айфонов. А также в самом конце у нас здесь находится блок для зарядки данного телефона, который имеет мощность 2 А, то есть данный телефон заряжается довольно-таки быстро. И на этом комплектация закончилась. Корпус данного телефона как выглядит, так и ощущается очень крепким. И, конечно же, он таким и является, так как защищён сразу по стандартам IP68 и IP69K. То есть он может спокойно выдерживать погружение под воду на большую глубину и на длительное время. Можно по нему разговаривать в дождь, например, даже при таких условиях ему ничего не будет. Также данный телефон спокойно выдерживает падение любой сложности и на любую поверхность. И даже если вы его уроните в кипяток, ему совершенно ничего не будет. И давайте посмотрим, что же здесь есть на гранях за кнопки, разъёмы и так далее. Итак, с правой стороны находится быстрая клавиша вызова камеры, сканер отпечатка пальца, к которому, в принципе, довольно-таки удобно дотягиваться. Также кнопка блокировки телефона, а также качелька регулировки громкости. С верхней грани расположились только один разъём под наушники. С левой стороны находится только лоток под две сим-карты и карту памяти, а также настраиваемая кнопка. С нижней грани расположился разъём под зарядку данного телефона, а также отверстие для микрофона. На передней части, как вы уже видели, здесь очень большой дисплей. На 6,88 дюйма, который имеет нестандартную немножко форму, здесь есть специальный вырез под фронтальную камеру. Также фронтальная камера здесь на 5 мегапикселей, а также здесь есть датчики приближения, освещения и так далее. На задней же стороне нас ожидает довольно-таки громкий динамик. Двойная основная камера на 8 мегапикселей и на 0,3 мегапикселя, а также яркая вспышка. Дисплей здесь получился довольно-таки неплохим, благодаря типу матрицы IPS. То есть здесь дисплей не просто большой, он здесь очень качественный. Он никак не искажает цвета, даже если вы смотрите на картинку под каким-либо углом. То есть в этом никакой проблемы нету. Что касательно разрешения, то оно здесь 1352 на 640 пикселей, что немножечко маловато в 2019 году, но тем не менее никаких отдельных пикселей в глаза при использовании данного телефона не бросаются, что тоже очень такие отличные свойства. Что касательно производительности, то здесь в целом всё работает на 9-ом андроиде, что на данный момент последняя версия андроида. И здесь установлен процессор на 4 ядра Helio A22, который имеет мощность на каждом ядре в размере 2 ГГц, что позволяет воспроизводить большинство игр, даже тяжёлых, с приемлемым FPS, что мы чуть позже и протестируем. В своей памяти телефон получил 16 ГБ, что немножко мало, но сюда можно добавить карту памяти, которая может увеличить пространство под ваши файлы вплоть до 128 ГБ, чего уже хватит, я думаю, на всё. Оперативной памяти в данном телефоне 3 ГБ. И давайте теперь посмотрим, как же телефон поведёт себя в играх. Посмотрим, как данный телефон поведёт себя в воде. Продолжение следует... Что же можно сказать в итоге про Blackview BV6100? Это тот тип устройств, который выдержит абсолютно любые испытания. Этот телефон можно использовать вполне как и как рабочий телефон, и как обычный свой основной смартфон. Так как он не боится ни падений, ни погружений под воду, ему вообще ничего не страшно. Также телефон имеет очень большой, удобный и качественный дисплей, довольно-таки громкие звуки с динамикой и приемлемую производительность, благодаря хорошему процессору и свежей версии Android, что всегда только кстати. И под конец можно упомянуть батарею. Батарея здесь на 5580 мАч, которая, несмотря на данный большой дисплей, может спокойно давать данному телефону работать сутки или даже полтора суток от одного заряда, без какой-либо надобности подзаряжать данное устройство, например, в середине дня, что я тоже считаю довольно-таки важным фактором в современном мире. И на этом всё. Приобрести данный телефон вы можете в нашем интернет-маркете 2.com.ua. Подписывайтесь на канал. До следующих видео.